Всем привет! Меня зовут Маша, и я рада видеть вас на своём канале. Сегодня я решила снять очередное разговорное видео, и это видео, как ни странно, будет о мистике в моей жизни. Я никогда не снимала такие мистические видео, и мне будет достаточно неприятно, так скажем, рассказывать эту историю, потому что сейчас за окном темно, вечер, не до такой степени, что ночь, 3 часа ночи, я потом не смогу передвигаться по квартире, спокойно уснуть, но всё же, согласитесь, неприятно сидеть одной в квартире в полной темноте, когда светит лишь одна лампа, и рассказывать мистическую историю, которая действительно произошла в моей жизни, и я до сих пор не могу найти ей логического объяснения. Не сказать, что я не верю в мистику, но я стараюсь во всех вещах найти логическое объяснение, то есть скрипнула дверь, понять из-за чего, возможно сквозняк, ещё что-то. Но этой истории я до сих пор не могу найти нормального объяснения. А перед началом этого видео я хочу порекомендовать вам канал Марина Сильвер. Марина снимает очень качественные и интересные видео. На её канале вы можете найти лайфхаки, рецепты, челленджи и перевоплощения. Она очень милая и позитивная девочка, и даже видела Сашу Спилберг вживую. Но я думаю, вы всё поняли, ссылочка в описании. А мы переходим к видео. Итак, я думаю, многие из вас посмотрели историю на моём канале, точнее видео, в котором я рассказывала про то, как грабители на даче напали на мою семью. После того момента мы переехали в другой дом, абсолютно новый, но он находился рядом с тем. То есть на том же участке, просто этот участок был разделён на две части. Первую часть продали, а на вторую остались мы жить. И каждый раз, когда я приезжала в этот дом, я не чувствовала там себя комфортно. То есть я говорила, что я в квартире себя не всегда чувствую комфортно. Там я никогда не чувствовала себя комфортно. То есть я заходила в этот дом и уже понимала, что мне некомфортно, я хочу домой. И я иногда приезжала с ночёвкой, и я понимала, что больше двух дней я здесь оставаться не хочу. Я всегда даже днём боялась там спускаться по лестницам. Дом был трёхэтажный, с подвалом. Я всегда боялась спускаться по лестницам, когда скрипели какие-то двери, когда я слышала какие-то звуки, оставаться одной в комнате и так далее. В какой-то момент моя мама попала в больницу достаточно надолго, и я осталась жить со своими родственниками, то есть со своей бабушкой, дедушкой, тётей, дядей, папой. С папой я практически не жила, то есть я оставалась с тётей, потом я жила около месяца или двух, не помню, у бабушки с дедушкой, то есть в этом доме на даче. И у меня там была своя комната на втором этаже. И типа, понимаете, дом трёхэтажный, мы в разных комнатах, и все спят. Каждый раз, когда я заходила в комнату, я боялась там оставаться, я не спала всю ночь, то есть я сидела там до 4-5 утра, пока не начнёт там светать, рассветать, пока не будет светло за окном, или пока у меня там кто-то не проснётся из жителей дома. И так продолжалось на протяжении всего того времени, пока я там оставалась. И в одну из ночей я также сидела со Светом, что-то сидела в айпаде. У нас там были две собаки. Моя собака и собака бабушки с дедушкой была. Такая большая собака была. И обычно, когда мы ложились спать, моя собака заходила со мной в комнату, бабушкина с дедушкой собака заходила с дедушкой в комнату. И в одну из ночей я также сижу, и я слышу, что за дверью кто-то скулит. За дверью в мою комнату. И я подумала, что это моя собака, но я помню, что я свою собаку запускала в комнату. И я зову свою собаку и понимаю, что она лежит под кроватью, то есть она начинает стучать хвостом, как-то скрестить, и я понимаю, что она лежит у меня под кроватью, потому что дедушкина собака, я точно помню, она находилась у него в комнате. Я никак не реагирую, думаю, ну, возможно, дедушкина собака, ну, как бы, что, я буду открывать дверь, он как бы сам заберёт её, или, возможно, он специально её выпустил, и я не реагирую, не реагирую, потом в дверь начинает скрести, начинает кто-то, собака, допустим, ну, я думала, что это собака, начинает скрести, вот просто, ну, как собака скрести, я думаю, кто это, что это такое? То есть, моя собака у меня точно. Дедушкина тоже заходила, я думаю, что это такое? То есть, я уже перестала думать, что это собака. Я просто такая, что происходит? Я звоню маме. Мама была в больнице, но я ей звоню, говорю, мама, привет, алло, тут что-то странное происходит. То есть, какая-то собака скребётся в дверь. То есть, я точно знаю, что дедушкина у него, моя у меня под кроватью лежит, и что-то скребётся в дверь. Она говорит, да не переживай, всё нормально, возможно, там собака вышла. Я успокаиваюсь, думаю, да, действительно. Уже затихает этот, там, вскрешет. Она говорит, типа, ну, открой дверь, посмотри. Я думаю, нет! Представьте, вы сидите один ночью в огромном доме, и кто-то скребётся в вашу дверь, и вы такие, открой-ка я, посмотрю! Я сижу, не реагирую, и тут это что-то начинает напрыгивать на дверь. То есть, уже не скрестись, не скулить, а напрыгивать. То есть, напрыгивать с такой силой, что вот прыгать прямо на дверь. Просто прыгать настолько, что уже чуть ли не выбивать эту дверь. Эта дверь сейчас нафиг просто откроется, вылетит, а я не знаю, что за ней находится. То есть, я себя пытаюсь успокоить, это собака, это собака. И как бы, знаете, когда дверь была такая полупрозрачная, и с одной стороны, когда горит свет, ну, я думаю, вы понимаете, о чём я говорю. То есть, видно силуэт того, что стоит за дверью. Если бы это была собака, силуэт собаки было бы видно за дверью. Силуэта собаки нет. То есть, я подхожу к двери, мне стало уже интересно, я думаю, блин, уже надо себя как-то успокоить. Дверь полупрозрачная, и я не вижу там ничего. То есть, я за этой дверью не вижу ничего. Пустота там ничего нет. И эта пустота продолжает напрыгивать с какой-то жёсткой силой на эту дверь, чуть ли уже её не выбивая, чуть ли её не открывая. Я стою, думаю, господи, что это такое? Я звоню ещё раз маме. Говорю, мама, это уже дверь? Что-то прыгает на дверь, уже она, ну, реально прыгает. Она говорит, успокойся, это, наверное, сквозняк. Я сижу, ну, не может сквозняк с такой силой просто. Ну, какой сквозняк? Ну, конкретно, вот знаете, вот такой вот. Потом это прекращается. То есть, никаких звуков, знаете, вот собака, у неё когти, а там плитка. И как бы, когда собака ходит по плитке, её когти слышно так. Никаких тык-тык-тык-тык не было. То есть, просто это прекращается, и тишина. В ту ночь я, естественно, не могла заснуть, я не спала до утра, меня очень дрежила происходящая эта ситуация. И когда наступило утро, я решила спросить у бабушки, где была собака, то есть, где были обе собаки, не выходила ли их собака. Она сказала, что нет, их собака всё время была в комнате, и моя была в комнате. То есть, для меня остаётся загадкой эта ситуация, как это вообще могло произойти. И после этой ситуации мне стало намного страшнее и некомфортнее там находиться. Я не хотела возвращаться в тот дом, абсолютно. И до сих пор я не понимаю, что это могло быть. Ну, а на этом моя история подошла к концу. Если с вами тоже происходили непонятные мистические ситуации, то напишите мне о них в комментариях. Я их с удовольствием почитаю. Ну, а у меня на этом всё. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Всех люблю, всех целую, всем добра и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok